День Матери 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 злится и отвергает. Оно того не стоит. Есть третья составляющая почтения матери, и это уважение. Проявляйте уважение. Ваша мать ставила вас на первое место, когда у вас не было сил. И у вас есть возможность оказать поддержку, когда она будет нуждаться в ней. Это дар, привилегия. Согласно Библии, мы должны проявлять уважение к старшим, идущим впереди нас на жизненном пути. Я считаю, что мы, как культура, забыли о почтении к старшим. А согласно Библии, почитать старших так же важно, как и заботиться о молодых. Мы сделали последнее весьма важным приоритетом. Но забота о пожилых важна в той же мере в глазах Божьих. Это не опционально. Мы должны проявлять почтение тем, чьи жизненные опыты мудрость больше нашего. Возможно, им нужна ваша помощь, чтобы разобраться с телефоном, но они могут сказать вам нечто такое, что очень сильно поможет вам. Практикуйтесь в почтении к тем, кто идет раньше вас. Я решил, что в День Матери нам стоит посмотреть на Марию. Ведь когда Богу понадобился родитель, Он выбрал ее. Я думаю, что Бог выбрал лучший вариант. И так как Он создал всех нас, то не мог ошибиться. Думаю, всем вам известна история Марии. Вы ведь знаете Марию, да? Я увидел два кивка и чью-то руку. Возможно, вам стоит почитать Библию. Бог выбрал Марию и Иосифа в качестве родителей для Иисуса. Лука рассказывает нам историю рождения Иисуса с точки зрения Марии. В Евангелии от Луки, 1 главе 31 стихе, ангел говорит Марии, «Вот зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Это важный момент. Архангел приходит в Назарет, чтобы обратиться к Марии. Она подросток, и он делает самые невероятные заявления. По сути, это заявление о рождении. И он даже дает имя. Опять же, это проявление суверенности Божьей. Ты зачнешь ребенка, родишь сына и назовешь его Иисус. Он даже дает имя. Мне кажется, что здесь есть важный момент для родителей. Дети не принадлежат вам. Они даются вам, чтобы вы ценили, подготавливали их и отпускали. Это дар от Бога вашу жизнь на время. Библия говорит, что Бог познал нас, пока мы были в очреве матери. Мы были созданы во Христе Иисусе на добрые дела. До начала мира, до первого вашего вдоха, Бог доверил вам, ваших детей. Из детей нельзя делать идолов. Я считаю, что порядок слов в этом стихе также важен. Ангел сказал Марии, что она зачнет ребенка и родит сына. Я считаю, что слова важны. Рождение дается. Простыми словами, рождение — это дар. Матери выбирают дар родов. Я считаю, что это актуально для нас. Если вы беременны, но вы не выбрали дар родов, то в этот день матери, я призываю вас не отказываться от него и не игнорировать его. Если мы придем к Богу в смирении и покаянии, то Бог может даровать прощение и избавление, восстановить нас. Вопрос не только в эмоциональных силах, чтобы пройти этот момент. Это касается всех нас. И это касается не только женщин. Мужчины, если вы принимали решение не рожать, то вам нужно смириться и покаяться, попросить прощения. Знаете вы об этом или нет, но это решение привело вас к какому? Нам нужна сила креста, чтобы получить свободу. Жизнь сама по себе священна. Вопрос не в осуждении, а понимании, чтобы быть свободными. В Евангелии от Луки 2 главе мы видим, как у Марии возникают проблемы с воспитанием. Иисусу 12 лет. В еврейской культуре он переходит от мальчика к зрелой жизни. Ему разрешили пойти с родителями на праздник. И там сказано, когда же, по окончании дней праздника, возвращались они, остался отрок Иисус в Иерусалиме и не заметили того. Вы поняли, да? Мария с Иосифом пошли домой, а Иисус не пошел с ними. Они не забыли его. Он остался намеренно. Это один дом и еще дома Каллея Калкина. Я, пастор Аллен, хочу сделать паузу, чтобы поблагодарить вас. Спасибо за то, что смотрите нас и посещаете служение. Многие годы я служу в церкви Мёрфисбора, но я осознаю, что сейчас Бог дал нам возможность проповедовать Иисуса этому поколению по всему миру. Я благодарен вам за вашу поддержку. Мы запланировали особое мероприятие для вас. Оно пройдет 29 апреля. Я приглашаю вас в нашу церковь в Мёрфисбора на собрание в 10.30 утра. После собрания нас ждет совместный обед. Зайдите на наш сайт и зарегистрируйтесь на нем, для того, чтобы мы могли заранее ожидать вас. Мы ждем встречи с вами. Мы хотим лишь познакомиться и помолиться вместе с вами. Поэтому увидимся в воскресенье. Слово Бога дарит вам надежду и смелость в сложные времена. Мы хотим помочь вам жить смело, отправив вам серию из четырех посланий пастора Аллана на CD-дисках «Что дальше?». В качестве бонуса мы включим книгу «Жатва прямо перед нами» Дерека Принца, захватывающая эссе о работе Духа Святого в последнее время. Вы можете помочь нам достигать большего количества людей Евангелием Христа своей финансовой поддержкой и получить набор дисков и книгу в качестве знака нашей благодарности. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на сайт. Вы узнаете, как жить без страха в это время хаоса. Они пошли домой, а Иисус остался в Иерусалиме. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, вы представляете себе, как вы целый день едете на машине домой? Стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Мы по-прежнему читаем Евангелие от Луки, 2 глава. Можете представить себе, каким был его путь? Иосиф говорит, это твой ребенок. Меня взяли на это дело, но это тебе отвечать. Они прошли целый день и потратили столько же на путь назад. И вот далее, говорится, через три дня нашли его. В храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их, все слушавшие его, удивились разуму и ответом его. И увидев его, удивились. Все остальные, удивились. Лука говорит, что они удивились. Или были в шоке. Думаю, они удивлялись не его мудрости. Вот, говорится, матерь его сказала ему. Думаю, Иосиф просто не хотел рисковать. Это твой ребенок, тебе с ним и разбираться. Итак, матерь его сказала ему. Чадо, что ты это сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя. Иисус ответил им. Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит от суммы им? Ну, что сказать на это? Они не знали. Иначе бы они не искали его три дня. Они не знали, где он. Они не понимали, что он говорил. Знаете, Мария и Иосиф прошли уникальный путь. Вы согласны со мной? Они воспитывают Иисуса, Мессию, Сына Божьего. Его рождение было самым удивительным в истории. Они знали это, потому что им об этом сказал Архангель. Они получили задание от Бога. Я представляю себе это так. Если я служу Господу, если я иду по пути, который дал мне Бог, то у меня нет сомнений в этом, то это путешествие должно быть весьма простым. Если вы получаете сверхъестественное повеление, если к вам приходит Архангел и говорит вам, что делать, то вам стоит сделать это. Сколько раз вы говорили Господу, «Господь, если ты скажешь, что ты хочешь, то я сделаю это». Если бы я знал, что он хотел от меня, то я бы ушел, пошел в Амазон, съел бы жука. Просто покажи, Боже, вот и все. Мария и Иосиф знали, что Бог дал им путь. По тексту видно, что они действовали на пределе своего понимания. Иисус сказал им, «Разве вы не знаете, где я должен быть?» А они ответили, «Нет». Мне кажется, что в этом случае им было тяжело молиться. Они потеряли Иисуса. Как молиться? Отец Небесный. «Да ничего». Знаешь, мы потеряли твой священный дар. Мы улыбаемся, понимая, что следовать за Господом не так уж и легко, как мы думаем. Для этого нужно все, что есть у вас. По-моему, это место — классический разговор между родителями и подростками. Они в одном месте, делают одно и то же, но видят разные вещи. Родители говорят, «Что ты делаешь?» А подросток отвечает, «Разве вы не знали?» На что родители отвечают, «Мы не знали». А подросток говорит, «Это точно». Притча 22 глава 6 стих, «Наставь юношу при начале пути его». Он не уклонится от него, когда и состарится. «Наставление» — это интересное слово. Невозможно наставлять без усилия, без дисциплины, без ожидания. Родители, «Мы не всегда принимаем обязанности наставления». Это вопрос усилий, дисциплины и ожиданий. Знаете, я узнал, что наставники не всегда дружелюбны. Я не уверен, что могу посмотреть на всех, кто наставлял меня, и сказать, «Я люблю вас», потому что наставники требуют от вас усилий, которые вы не приложили бы без них. Вот почему они существуют. Писание ставит на это место родителей, чтобы наставлять детей. Это не вопрос дружбы. Бывают времена, когда ваши усилия и планы в отношении ваших детей оказываются выше их собственных. Это важно. Наставьте их на пути, на котором хотели бы быть сами. Пожалуйста, наставляйте своих детей благочестию. Прежде всего, научите их почитать Господа, уважать народ Божий. Научите их слушать Слово Божие. Ваше наставление в их жизни имеет невероятное значение. Еще одна, составляющая на пути Марии с Иисусом, находится эта составляющая в Евангелии от Иоанна, 19 главе. Там сказано, «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина». По-моему, в первом столетии всех называли Мариями «Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей женщины, «Вот сын твой», потом говорит ученику, «Вот мать твоя». И с этого времени ученик Сей взял ее к себе. Думаю, можно с уверенностью сказать, что крест не был в списке желаний Марии для Иисуса. Ведь так? Когда Гавриил пришел в Назаре 30 годами ранее и пригласил Марию в это удивительное путешествие, то вряд ли Мария думала, что крест станет частью истории. Она родила Сына Божьего, Мессию, обещанного Избавителя Своего народа. А теперь, 30 лет спустя, она стоит у креста. Она не желала этого, но таков был Божий план. Мне кажется, что одним из вызовов воспитания детей является проведение черты между нашими желаниями и Божьими целями. Это серьезный вызов. Как вы думаете, Иисус пошел на крест, потому что Мария допустила ошибку? Вы думаете, что если бы Мария быстрее научила его ходить на горшок, то он бы избежал креста? Вы думаете, что если бы она отдала его в другую школу, то он бы лучше ладил с римлянами? Не думаю, что Иисус пошел на крест из-за ошибки Марии. Наоборот, крест стал величайшим успехом Марии как матери. Иисус сказал, что родился ради этого. Мария родила его, вложила свою жизнь и стояла рядом в самый трудный момент его жизни. Воспитание детей часто выглядит не так, как мы себе представляем. В нем бывают неожиданные повороты, вызовы, но главная цель — это план Бога. И мне кажется, что Мария чудесно исполнила его. Есть еще один момент этой истории, которую я бы хотел рассмотреть, и он касается женщин в широком смысле. Знаете, быть женщиной или матерью в нашем мире нелегко, но Бог задумал вас для этого. Он дал вам все нужное для успеха. Не желайте чего-то другого. Бог создал вас совсем необходимым для того, чтобы выполнить свое предназначение и получить за это награду. Недавно я летел на самолете. Это был короткий перелет. Знаете, на таком маленьком самолетике. Это не взрослый самолет. Чтобы зайти в него, нужно нагнуться и протискиваться. Кажется, что он на ступень выше игрушки. На этом самолете даже не было двери между пилотом и пассажирами. Там была штора. Шел дождь, я еле забрался в этот самолет. Там нет стюардесс, лишь надпись. Стюардесс нет, вы сами по себе. Ну вот я сел, пристегнулся, там никого не было. Я решил, что у меня есть минут 45, чтобы почитать книгу. А потом я услышал шум позади. Это была мать с маленьким ребенком, который уже ходил. У нее было все необходимое для полета с ним. Я сидел в себе и думал о том, что она не нашла лучшего способа, кроме как в полет на игрушечном самолете. Но эта мать взяла себе не одно место, а четыре. В одно она пристегнула малыша, во второе себя, но прежде чем пристегнуться, в третье она поставила кресло, которое было как будто с истребителя. У него были ремни, ручки, затяжки. Оно было огромным. Возможно, в нем был парашют, не знаю. Кроме того, у нее была огромная сумка, с которой ездят несколько недель. Она использовала ее для подгузников, и у нее тоже было свое место. Она заняла четыре места. Два для людей и два для вещей. Я наблюдал за ней. Она была радостна, говорила с малышом. А я сидел и ворчал, потому что мне было тесно. Я наблюдал за всем этим и видел ту радость, которую матери получают от маленьких детей. Вам может показаться, что вы не справитесь с этим. Но она справилась со всем. Мне стало ясно, что это короткое время, но это Божье время. Это возможность. И в истории о рождении в Евангелии от Луки мы читаем о том, как Архангел пришел к Марии, привлек поддержку Иосифа. И посреди всего этого, во второй главе Евангелия от Луки, мы видим еще одну личность. Там была удивительная женщина, пророчица Анна. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости. Вы бы хотели, чтобы после упоминания вашего имени в Библии говорилось, и она достигла глубокой старости. Прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84. Она долгое время была сама, которая не отходила от храма, постом и молитву, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя к Иосифу, Марии и младенцу Иисусу, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Мы видим удивительную картину. В храм приходит Мария, Иосиф и младенец Иисус, которые идут по Божьему пути. Это был их первый выход в люди с Иисусом. Девять месяцев назад все началось с невероятного посещения, а потом перешло к Вифлеему, яслям, пастухам, ангелам. А теперь они в храме приносят этого сверхъестественного ребенка священнику согласно обычаям. Думаю, в тот день Мария с Иосифом были взволнованы. У них горели глаза. Они знали, что происходило нечто уникальное, и мало кто знал об этом еще. Ничто не могло сравниться с этим. Пока Лука не знакомит нас с этой женщиной, с Анной. Она находится на другом этапе жизни, но проходит такой же уникальный путь с Богом. Она несет удивительную веру. Она много лет вдова. У нее нет своих детей. Но это женщина. Она имеет удивительные взаимоотношения с Богом. Она отдала свою жизнь Господу. И Бог дал ей нечто. Он дал ей место и предназначение. Он дал ей мудрость, видение, развлечение. Она увидела Мессию. Ей выпала честь рассказать о нем публично. Она не отходила от храма. Постом и молитву, служа Богу день и ночь. И в это время она подошла к родителям Иисуса, к Иосифу, Марии и начала славить Господа. Эта возможность досталась не первосвященнику, не священнику, который занимался детьми. Она досталась Анне. Я поражаюсь тому, как Бог почтил этих женщин. Они были из разных мест, но обе делали то, к чему их призвал Бог. Мы хотим благословить вас сегодня. Я буду молиться за всех матерей и всех нас. Знаете, Писание говорит, что если мы почитаем отца и мать, то Бог благословит нас. Это важно. Отец, я благодарю тебя за этот день и за возможность поблагодарить тех, кто шел на жертву ради нас. Помоги нам ценить их и не требовать невозможного совершенства. Пусть мы будем благословением для них. Спасибо тебе за них. Мы благословляем сегодня всех матерей во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог также благословит вас. Желаю вам чудесного Дня Матери. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok